Создание духовно-спортивного центра – это особое событие в жизни как православной церкви, так и нашей области. На данный момент разрабатывается эскиз внешнего облика здания, а следующим этапом будет проектировка его наполнения. Чем смогут заниматься северяне в его стенах, пока не ясно. Скорее всего, это будут единоборства, настольный теннис, бадминтон и командные виды спорта. Сейчас планируется подписание договора о финансировании его эскизно-проектной части, а начаться строительство может уже весной следующего года. Непростую задачу поставила перед церковью пандемия коронавируса – привести в согласие требования светских властей и канонические православные правила. Масочный режим и социальная дистанция стали неотъемлемой частью богослужений. В церквях и храмах начали служить по две воскресные праздничные литургии. Появилась возможность смотреть трансляции и записи служб на сайтах епархии. Рождественские службы будут проходить так же, как и в прошлом году, когда была первая эпидемия, волна. То есть контроль при входе, раздача масок, если нету, то есть контроль за расстоянием. За четверть века существование Мурманской епархии проделало большую работу. Были восстановлены монастыри, построено множество церквей и храмов. В Умбе сейчас возводится кафедральный собор, посвященный кольским святым. В планах епархии – строительство кафедрального собора и в Мурманске. На сегодняшний день священники епархии не только выполняют свои традиционные обязанности, но и несут службу на Северном флоте, ведут духовно-просветительскую деятельность в местах лишения свободы, трудятся в медицинских учреждениях. Духовенство ведет активную социальную работу, занимается благотворительностью. Всеволод Краснов, Борис Савельев, ТВ21+.